Вторая волна школы фермеров стартовала сегодня в Орловском ГАУ церемонии открытия. Школа фермеров – совместный образовательный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства. В Орловской области его участниками стали 25 человек. Все они хотят создать собственное животноводческое хозяйство. В этом им поможет двухмесячный курс по созданию ферм крупного рогатого скота молочного направления. Инициатором создания проекта выступил Россельхозбанк. Он же и финансирует обучение фермеров в Орловском аграрном университете. В Орловской области мы его будем проводить уже во второй раз. Первый раз он прошел исключительно успешно, потому что количество желающих превысило в два раза количество мест. И мы видели тот результат в виде новой продукции и новые зарегистрированные крестьянские фермерские хозяйства, полученные гранты. Школа фермеров – всероссийский проект, в котором приняли участие уже 50 регионов. Для Орловской области такой проект – важный этап содействия занятости в сельском хозяйстве. Очередная ступень для развития фермерства в регионе. Мы понимаем, что новым фермерам на сегодняшний день тяжелее всего становиться на ноги, тяжело делать бизнес. Поэтому вот это направление, оно дает возможность им почувствовать поддержку. Это самое главное. Поддержку с точки зрения финансового отроста сельхозбанка, с точки зрения знаний от ученых, от аграрного университета. Поддержку власти, потому что очень многое зависит от общих наших усилий. Обучение фермеров организует Орловский аграрный университет. Лекции пройдут в формате онлайн с преподавателями вуза, а практические занятия – на выезде в успешных животноводческих предприятиях региона. Второй этап школы фермеров – это крупнорогатый скот, это животноводство. Это одна из самых непростых отраслей сельского хозяйства, но в нее готовы идти. Большинство участников проекта – это владельцы личных подсобных хозяйств, уже имеющие опыт животноводства. Они хотят продолжать развиваться в этом направлении, выходить на новый уровень агробизнеса. В школе фермеров мы решили принять участие для того, чтобы увидеть, как развиваются другие хозяйства, по какому пути они пошли. Надеюсь, что есть много фермеров, много людей, которые погорели на определенных стадиях работы. Хотелось бы избежать этих проблем, чтобы не повторять ошибки, которые кто-то допустил. Я надеюсь, что будут получены бесценные знания, которых непосредственно не хватает и в документообороте, и в оформлении. Артем Смахтин, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.